Теперь мы на спорте! Участие Платон Липустин, Сергей Кочкин, Данил Зейнолян и Владислав Николаенко. И сегодня в гостях у нашей программы тренер кировских акробатов Максим Дмитриевич Менин, а также Данил Зейнолян. Добрый день! Здравствуйте! Во-первых, позвольте поздравить вас с завоеванием серебряных медалей на этапе Кубка мира. И расскажите вообще, как прошел этот старт, с какими трудностями, может быть, удалось столкнуться вам как тренеру Максим Дмитриевич и Данилу как спортсмену. Давайте с Данилом начнем, если вы позволите. Хотел бы сразу выделить, что подготовка была довольно трудной. Было много трудностей, но ничего. Как обычно, со всем справились. Все было успешно. Конечно, перелеты. Это без этого никак. Сами соревнования были довольно налегке, потому что все были уверены, подготовлены. И морально, физически. Было довольно легко. Спортсменам, может быть, было легко, а тренерам как, Максим Дмитриевич? Спасибо большое за поздравление. На самом деле, в плане подготовки, Данил сказал, что соревнования прошли легко. Подготовка далась нам тяжело в плане и материальном, и документальном, потому что в связи с пандемией очень много трудностей было. И билеты вовремя взять. И, так скажем, Турцию тут у нас закрыли недавно, пришлось нам это все менять. И сборы у нас были, двухразовые тренировки, естественно, все это тяжело. Психологический настрой, потому что ответственные у нас соревнования очень. Мы, так скажем, первые, кто поехали после пандемии на международные такие вот крупные соревнования, тем более Кубок Мира, мы первый раз поехали дебютантами по-взрослым. Поэтому именно подготовка далась тяжело. А на самом деле соревнования для нас прошли более-менее хорошо и плавно все. То есть никаких загвоздок, все как надо. Ну, единственное, что нервы у нас, как всегда, у тренеров сыграли большую роль, но мы с этим совсем справились. А как вот в таких условиях, когда подготовка и организация всего выезда идет с большим скрипом, как удается сохранять мотивацию и концентрацию на спортивной составляющей? Ну, мы, в первую очередь, не забываем, ради чего мы это все делаем, зачем мы ходим в зал каждый день, трудимся по несколько часов. Мы живем своей целью. В данном случае ребятам цель поставили мастера спорта международного класса выполнить. Ну, и, конечно же, хочется воспитать чемпионов мира. Поэтому нас ничто не останавливает, ни морально, ни физически мы не поддаемся своим слабостям, так скажем. С какими настроениями ехали в Болгарию, Данил? Настрой был лишь один. Это так поставленный, без каких-либо сомнений. Ехали довольно спокойно, без нервов особых. Все нервы оставили в зале, все оставили здесь. Ну, любой спортсмен, прежде чем попасть в состав сборной России, будь то юношской, юниорской, главная команда, он все равно проходит отбор на соревнованиях более низкого уровня, разного уровня. Насколько сложным и тернистым получился вот путь вашей четверки, Данил, к сборной России? Насколько путь был тернистый? Мы давно занимаемся вместе в составе, и как-то все эти моменты не замечаются особо, когда состав не меняется, когда всю жизнь вместе так идете. Это как такое одно большое приключение. Поэтому сложный путь, но и довольно интересный. Максим, помогайте. На самом деле, ребята, как Данил сказал, сложные, интересные. Очень много было и первенств в России, когда мы по юношам выступали, где были как и медали на первенствах России. В следующий год у нас были провалы. Естественно, когда провалы, уже тяжеловато себя поднять с колен. Но мы очень сложно, но мы это сделали, все. Каждый год у нас то провал, то подъем, то провал, то подъем. Естественно, у нас, так скажем, на пороге завершения, может быть, так сказать, карьеры. Ребята уже все паникли. У нас случился прорыв. Мы отобрались по юнерам на Европу в 2015 году. Достойно представили страну, стали серебряные призеры. Ну и как раз-таки уже замотивированные, уже получившие какой-то пряник для себя, мы с ребятами зажглись, начали работать по-взрослым. Естественно, не все сразу получалось, потому что там уже неограниченная сложность, элементы сложные. Мы пробовали весь сезон, пристреливались, падали, где-то были неудачи. Но, по воле случая, мы на определенных соревнованиях на Кубке России показали четвертый результат, пускай и без медалей, и заслужили звание, не звание, извиняюсь, а право выступать на Кубке мира. В составе сборной России. В составе сборной России, да. И вот мы по-взрослым первый раз поехали за страну выступать, и на нас накладывало это определенную ответственность втройне, потому что юниоры юниорами. А взрослые – это уже немножко другой уровень, другой интерес. Ну, все это на самом деле интересно. Поэтому тернист был путь, очень тернист, но мы, как в лучших фильмах и лучших историях и советского кино, и советского спорта, мы доказали, что русские люди не сдаются, и мы сделали свое. Вы сказали, что на этапе Кубка России четверка заняла только четвертое место. Получается, что конкуренция внутри российских турниров, она даже больше, чем на международных, поскольку вы все-таки на этапе Кубка мира заняли второе место. Ну, зачастую так и бывает, что в России самые сильные составы, даже бывает на мировом, на европейском уровне, не составляют такую конкуренцию, как на России. В России довольно-таки сильнейшие составы собираются. Да, можно сказать, у нас чемпионат России – это как для нас чемпионат мира. То есть, если ты выиграл Россию, то ты уже герой, потому что у нас очень-очень сильные составы в России. Тогда ответьте мне на вопрос, почему же не удалось на этапе Кубка мира в Болгарии все-таки занять первое место? И вот осталось ли чувство неудовлетворенности от того, что на первую строчку пьедестала почета, к сожалению, мы не поднялись? Знаете, как бы это звучало не очень, может быть, хорошо, но ни одной капельки неудовлетворенности у нас нет. Потому что для нас это серебро, на самом деле золото. Как я уже сказал, мы первый раз по-взрослым выступали. Вот, ну, если немножко заглянуть назад, чтобы нам на Европе выиграть, опять же, своих соперников из России и с иностранцами побороться, нам пришлось проявить смекалку, выучить какой-то такой неординарный интересный элемент. У нас появилась фишка в четверке, мы выучили этот элемент очень сложный, очень классический элемент. Ну и, естественно, мы с этим же элементом поехали на Кубок мира. Вот, в квалификации мы, естественно, знали, что мы будем делать это железно. Мы, значит, его сделали, просто он очень сложно координированный и не всегда стабильно идет. Нам это удалось в первый день, мы завоевали любовь публики, любовь судей, так скажем. Мы вышли на первое место. Во второй день у нас, естественно, баланс немножко послабее, программа это пирамиды. Мы немного уступили уже в Украине, пять сотых, ну это совсем ничто, тем более по-взрослым. В финале, все мы вышли в финал, все четверки, в финале все у нас обнуляется. Там идет третье упражнение комбинированное, оно с нуля. То есть ты как сделал упражнение, так все и получилось, так и встал на пенистал. Мы долго думали с ребятами три дня, ломали голову, что нам делать в финале, рисковать, не рисковать этим элементом. А решение уже принимали, получается, в Болгарии, что будете показывать в финале, правильно? Да, да, я был уверен в себе на 200%, что мы будем делать в финале, это сложный элемент. Но постепенно, не, так сказать, отступаем назад, но проявляем стратегию определенную. Стоит ли рисковать и потерять все, либо удержать эту синицу в руках. Вот, и мы приняли решение с ребятами вместе сделать немножко попроще программу, но постабильнее. И получилось так, что мы сделали очень хорошо все, и технически выиграли все четверки, и артистизмом мы взяли, но немного проиграли трудностью. А поскольку Украина уже давно на этой арене по-взрослым выступает и, так скажем, борется, у них оказалась трудность чуть-чуть побольше. И, соответственно, балл получился чуть-чуть повыше. И, соответственно, да. У них немножко, они нас опередили, но мы проиграли сильнейшим, и в то же время мы не проиграли, мы выиграли для себя. А что чувствует спортсмен и его тренер, когда поднимаются на пьедестал почета на этапе Кубка Миры, Данил? Ну, как сказать. Это что-то такое неоднозначное. Это вроде и радость, а вроде и такое спокойствие более. То, что все эти дни, как будто ты видел, что ты уже встаешь на этот пьедестал, что ты уже выиграл, что ты уже победитель. И ты встаешь, и вроде и радуешься, а вроде и все так спокойно. Буднично получается, да? Ну, да. Да, все эмоции, видимо, уже уходят, и какая-то легкость наступает просто, на самом деле. Может, столько прошли. А что дальше? Вот закончился этап Кубка Мира, а дальше что вас ждет? Ну, на самом деле у нас тут, так скажем, Кубка Мира мы разогревались. Даже так? Потому что, да, мы весь год не только к Кубку готовились, мы усиленно готовились именно к чемпионату России, который пройдет в Одинцово буквально через несколько дней, с 3 по 9 мая в Московской области. Чемпионат России, отбор на чемпионат Европы. То есть это уже для нас же первый такой отбор по взрослым именно на российском уровне. Будем бороться с россиянами за право участия в чемпионате Европы. С какими мыслями, целями, задачами едете в Одинцово на чемпионат России? Ну, то, что мы лучше и сделаем все как надо. Да, конечно. То есть фактически для вас вот этот чемпионат России является таким, я надеюсь, этапом подготовки к чемпионату Европы, на который вы надеетесь отобраться. Я правильно понимаю? Да. Конечно. Мы мысленно уже на педестале Европы. Я понимаю, что спортсмены, конечно, люди суеверные и забегать вперед не любят, но позвольте мне за вас помечтать и, соответственно, представить вас уже на чемпионате Европы, если позволите. Да, конечно, мы с удовольствием позволим. Меня еще интересует один вопрос. Вы уже, Максим Дмитриевич, сказали, что в Болгарию достаточно сложно было попасть. Вообще, с какими сложностями столкнулись? То есть дополнительные проверки, температура, термометрия, проверки на тесты на ковид. То есть насколько сейчас сложно вообще выехать за пределы страны и насколько сложно обосновать свой выезд за пределы России в Европу, где достаточно большое распространение ковид сейчас получил. Да, ну, как говорят, готовься к худшему, надеюсь, оно лучшее. Мы по максимуму готовились, чтобы будет трудно и так далее. Ну, если не углубляться, на самом деле было достаточно просто все. То есть, естественно, мы сдали тесты на ковид и в каждом аэропорту просто их показывали, нас спокойно пропускали, все в масках ходили. То есть никаких трудностей сильно не возникало. Вот. Поэтому обычная поездка, но просто с тестом. Туда приехали, тоже там достаточно все банально, как в России. Все носят маски, держат дистанцию и все прошло на ура. Ну, получается, что все-таки спорт постепенно оживает после большого такого локдауна, после приостановки всех соревнований, постепенно все-таки возвращается к привычной жизни. Зрителей, я так понимаю, не было все-таки на трибунах? Да, зрителей там не было. Ну, естественно, были спортсмены, тренеры, и этого было достаточно. Трибуна была достаточно заполнена, вот, и была поддержка, и аплодисменты. Ну, даже в таких условиях все равно возвращение к привычной жизни, к любимому виду спорта, я думаю, что придавал всем спортсменам дополнительных сил. Безусловно, да. Как говорят, соревнования – это праздник. Там он был в тройне для нас праздником, тем более на международном уровне. Естественно, в России уже мы выступаем с осени, уже почти все открыли, так скажем. Мы очень рады. Ну, вот именно то, что мы туда выехали, это для нас большой праздник. У нас так получилось, что остальные Кубки мира в Бельгии и Португалии отменили из-за пандемии. Но их перенесли на российскую территорию. Мы очень надеемся, что к нам приедут иностранцы, и это все состоится у нас в конце августа. Меня еще, знаете, какой вопрос интересует? Вот в условиях коронавируса, насколько и спортсменам, и тренерам удается отслеживать своих конкурентов. Я думаю, что все равно следите за тем уровнем, который держат соперники. Ну, слушайте, уровень держат все хороший. То есть мы все, конечно, помучились, тренировались и по домам, и по дворам. Но все вышли на тот уровень, который был до. Даже еще сильнее стали и моральные, и физические, потому что знали, что надо проявить все качества полностью. Я имел в виду, то есть как можно отследить новые элементы, которые, например, соперники отрабатывают. Нет ведь никаких соревнований, соответственно, трансляций никаких нет, и подсмотреть за ними не удастся. Есть такая штука, Инстаграм, которая нас оповещает. Они все с удовольствием выкладывают это все, но мы подглядываем немножко, конечно же. Ну, Россия любит делать свое, мощное, сильное, чтобы было уж наверняка. Поэтому нам даже поглядывать не приходится. Данил так сидит улыбается хитро. Не, я просто обычно никогда не смотрю, что кто выкладывает. Мне обычно не интересно. Мне больше интересно, чем мы делаем. Правильно, да. Я предлагаю на этой оптимистической ноте завершить нашу программу. Напомню, что сегодня в гостях у программы «На спорте» были представители спортивной акробатики, тренер наших акробатов Максим Дмитриевич Минин и Данил Зейнолян. Пожелаю вам удачи на чемпионате России, который уже вскоре стартует. И приходите к нам еще. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания, до свидания.